Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Муратова, я радиоведущая и тренер по звучанию, голоса и речи. Быть радиоведущей — это моя мечта с детства. Мы даже с подругой записывали радио на кассеты, но на взрослую радиостанцию в эфир мне удалось попасть только с третьей попытки. Пришлось очень долго работать над собой, и я очень рада, что у вас есть возможность прибегнуть к помощи наставников. Так вот, все началось с радиошансон, потом я попала на Юмор-ФМ, и там каким-то чудом помогла офис-менеджеру Анне тоже осуществить свою мечту стать ведущей, хотя в нее никто не верил. Мы позанимались ее голосом и подачей месяц, и случилось чудо — она до сих пор является ведущей радио Юмор-ФМ, а я ушла и открыла собственную студию голоса и речи. Пришел первый клиент, второй клиент, затем я победила в проекте «Открою свое дело» — это защита маркетинговых стратегий, бизнес-планов из двухсот человек, так что, поверьте, мне есть чем поделиться в том, что касается публичных выступлений. А затем я начала организовывать разные мероприятия, в итоге меня узнал весь город, но в какой-то момент мне стало скучно, и я переехала сначала в Петербург, затем в Москву и, наконец, в Сочи. И вновь рада приветствовать вас на этом курсе. За свою практику я столкнулась с такой проблемой, что в какой-то момент клиенты стали уходить к моим коллегам. Не очень любое слово «конкуренты». Несмотря на то, что программа у меня была гораздо интереснее, насыщеннее, я давала очень хорошие результаты, клиенты уходили на популярность, на громкое имя, на какой-то пиар. В тот момент я сосредоточилась только на содержании курсов. И случайно познакомилась с таким понятием, как «личный бренд» у моей наставницы Екатерины Кононовой, матери личного брендинга в России, матери-основательницы, и стала заниматься раскруткой своего имени. Научилась рассказывать истории, писать продающие посты, презентовать себя совершенно по-другому, устанавливать не только логическую связь с публикой через пользу, но и эмоциональное доверие. То есть теплое отношение, человек-человек. Так постепенно клиенты ко мне вернулись, а через Катина агентство пришел ключевой клиент, Михаил Гусманов, который получил шикарный, я считаю, результат. Он увеличил продажи своей фирмы по освещению торговых центров в два с половиной раза за счет того, что научился хорошо, красиво, легко говорить со сцены. Работа с «Голосами речи» — это была одна из стратегий по развитию его личного бренда. Помимо интервью, работы со средствами массовой информации, имиджем, стилем в целом. И так вдохновился результатом, что пригласил меня в Москву для развития студии «Голосы и речи». И благодаря этому знакомству я поработала даже с Саязом Чебудиновым, с другими людьми, которые в данный момент находятся в списке Forbes. И очень верю в то, что знания этого курса помогут и вам презентовать себя совершенно по-другому, более уверенно, правильно доносить свою ценность, правильно коммуницировать, чтобы выстраивать долгосрочные отношения с публикой, с клиентами, с близкими людьми, построенные на доверии, на лояльности и на каком-то взаимном интересе. Мы научимся себя презентовать, грамотно задавать вопросы, отвечать на них. А самое главное, самое интересное — мы научимся находить «Tone of Voice», так называемый «Голос бренда». Если у вас есть свое дело, если вы только собираетесь его открыть, это очень важно — найти свой уникальный, неповторимый стиль коммуникации с аудиторией. Потому что в непростые времена, я считаю, что выиграть можно на сервисе и на том, как вы общаетесь с людьми. Потому что, еще раз подчеркну, человек в первую очередь приходит на какую-то эмоциональную связь, на общие ценности, на то, что ему просто будет комфортно в процессе получения услуги или какого-то товара. Желаю вам приятного просмотра, самой главной успешной практики. Давайте начнем.